Дай почитать Это цитата из так называемого университетского романа Ричарда Руссо «Непосредственный человек». Повествование ведется от лица Уильяма Генри Девера-младшего. В общении Хэнк 49 лет. Он временный заведующий кафедрой английской литературы глубоко провинциального университета Пенсильвании. Действие происходит в апреле 1997 года. Но реалии американских преподов злободневны сегодня. Сокращение финансирований штатов. Многочасовые собрания, на которых никто и никогда не может ни о чем договориться. Противостояние профессуры и администрации. Весенняя неуверенность в завтрашнем дне. А будет ли нагрузка на следующий год? У Хэнка характер непростой. Но он веселый и беззлобный человек. Не способен плести интриги в надежде сохранить свое место. Он доставляет неприятности всем и себе, в том числе своим остроумием и непосредственностью. Каким-то легким и беззаботным отношением к жизни. Ричард Руссо описывает типичные проблемы внутренней жизни высшей школы максимально правдиво и со скрометным юмором. Персонажи книги интересные, не стереотипные личности, но в целом получился реальный образ среднестатистического преподавателя вуза. Но в романе «Непосредственный человек» есть и другие, кроме университетской темы. Например, отцов и детей, семейной жизни, творческих кризисов, дружбы и вражды. И хотя время повествования ограничено всего одной неделей, роман вылился в 500 с лишним страниц. Повторюсь, уверяет главный герой, главная конкуренция на английской кафедре за место нормального мужчины. Писатель умело соединил в университетском романе и сарказм, и оптимизм, и сентиментальность. Как раз подходит для чтения в холодные предзимние вечера. Чтение легкого, беззаботного и непосредственного, как наш герой Девера-младший. Книга очень хорошо переведена с английского «Любовью сумм». 16+. Дай почитать.